Что общего у канадского сфинкса, топорылого крокодила, лабрадора, игуаны и 34 кошек из Хабаровска? Вопрос на сумму больше, чем 100 баксов. Все эти животные находились под арестом или их вовсе забирали за долги судебные приставы. Еще недавно с юридической точки зрения ваш барсик или барбос были имуществом, которое могли забрать и продать в счет погашения сильно просроченного кредита. Но теперь домашние любимцы неприкосновенны. Вступил в силу новый закон, и он запрещает изымать животных за долги. Привет, меня зовут Максим, и в этом ролике я понятным языком расскажу, как это работает и почему пришлось пойти на такие меры. Как раньше отнимали животных за долги? Объясню на конкретных примерах. В Астрахани мужчина случайно устроил пожар в доме своей знакомой. Ущерб оценили почти в 300 тысяч рублей. По решению суда эти деньги обязали выплатить пострадавших. У мужчины такой суммы не было. Приставы пришли и описали имущество должника. Утюг, ионизатор воздуха, DVD-плеер, телевизор, мобильный телефон. И вдобавок наложили арест на беспородного кота с незамысловатой кличкой Рыжик. Его вместе с бытовой техникой выставили на торги. Разместили довольно абсурдное объявление. Продается кот рыжего цвета со сломанной правой лапой. Начальная цена 200 рублей. Досматривайте ролик до конца и узнаете, чем дело кончилось. История с Рыжиком – одна из многих. Капля в море. Известно о сотнях подобных случаев. Например, одна из микрофинансовых организаций Москвы превратилась в настоящий зоопарк. Крокодил, собака, несколько кошек. Всех этих животных, утверждал руководитель компании, забрали у должников. И схема работала. Неплательщики, которые лишились своих любимцев, оперативно погасили долги. В Перми судебные приставы наложили арест на кота. По документам он был единственным имуществом хозяина-должника. Хороший родословный хвостатый любимец похвастаться не мог. Так что его ценили в полторы тысячи рублей. Уже на следующий день владелец оплатил большую часть долга. В Костроме приставы наложили арест на Ивуану. И назначили предполагаемую сумму продажи. Через несколько дней хозяин полностью погасил долг банку в 180 тысяч рублей. Видимо, к хладнокровному он испытывает действительно теплое чувство. Как мы видим, арест домашних животных – способ очень эффективный. Но с точки зрения этики – довольно сомнительный. Судебные приставы забирали животных из дома крайне редко. Ведь их надо где-то содержать и кормить. А для экзотических любимцев, ну, крокодилов там или рыбок, нужны особые условия. На такое одушевленное имущество, как правило, накладывали арест и оставляли хозяевам на ответственное хранение. Арестованного питомца нельзя было продать, подарить, увезти в другое место, пока владелец не рассчитается с долгами. В противном случае животину выставляли на торги или передавали кредитору. Если это смесь бульдога с носорогом, назначали минимальную стоимость. Для породистого животного – среднерыночную. Такой рычаг воздействия на должников используют и за границей. В Украине в мае прошлого года разгорелся громкий скандал. Министерство юстиции выставило на аукцион несколько собак. Их изъяли за долги по коммуналке. Причем начальная цена такого живого товара была мизерной. За питбультерьера, например, просили 100 гривен. Похожий случай освещали и немецкие СМИ. Администрация города Аллен конфисковала у семьи черного мопса по кличке Эдда. Собака оказалась самым ценным имуществом должников. Ее выставили на онлайн-аукционе за 750 евро. Вдвое меньше рыночной цены. Мопса приобрела женщина, офицер полиции. И разгорелся скандал. Покупательницу в погонах уверяли, что Эдда абсолютно здорова. Оказалось, это не так. Новые хозяева сделали собаке несколько дорогостоящих операций. А затем подали в суд на городских чиновников, чтобы компенсировать затраты. Если называть вещи своими именами, в таких историях животные – заложники. Ставь лайк, если согласен. Привязанность и любовь к питомцам судебные приставы порой цинично эксплуатируют. Люди очень боятся потерять своих любимцев. Хозяева иногда влезали в еще большие долги, но выплачивали всю сумму за пару дней, чтобы не расставаться с родным пушистиком. Ведь это в документах шарики и барбосы числились как имущество. А для хозяев – питомец, член семьи. И я не драматизирую. По статистике, 70% россиян считают кошек и собак практически своими родственниками. Большая часть владельцев не выходят в ресторан или магазин без четвероногих. А еще 10% берут любимцев на работу и возят в специальном зоотакси. Поэтому депутаты и подготовили изменения в гражданском процессуальном кодексе. Все-таки некрасиво, когда хозяевам угрожают забрать любимого кота или хомячка. С инициативой защитить домашних животных выступили глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Вот как Владимир Бурматов объяснил, зачем нужно менять закон. Это просто за гранью добра и зла. Я лично сталкивался с ситуацией, когда у бабушки, взявшей займ в 10 тысяч рублей на лекарства, мало того, что образуется в итоге долг под 300 тысяч, так к ней еще приходят коллекторы и забирают кота, потому что у нее больше ничего нет. Это трагедия для человека, особенно пожилого. Все равно, что утрата близкого. Причем такие истории носят массовый характер. Закон о защите домашних животных от изъятия за долги вступил в силу 11 мая. Любимую кошку, собаку или хомячка арестовать или забрать за просроченный кредит больше невозможно. На этот счет не переживайте, но есть парочка исключений. Неприкосновенно только животные, которые не участвуют в предпринимательской деятельности. Так что если собака выступает в цирке, ведет популярный блог с рекламными интеграциями или курица вдруг начала нести золотые яйца, приставы при крупной задолженности наложат арест и заберут такого питомца. Но им перед этим в суде придется доказать, что хозяева зарабатывают на животном. Также приставы могут забрать экзотических и опасных животных. Ведь теперь домашними считаются питомцы, которые не входят в список запрещенных для содержания в квартире или на даче. Стоп-лист утвердило правительство в 2019 году. В нем более 30 позиций. По закону в квартире нет места, например, акулам, электрическим скатам, тарантулам, кобрам, пеликанам, питонам и много кому еще. Так что экзотическую живность приставы могут забрать. Но это в теории. Ведь нужен сотрудник, который решится упаковать в мешок черную мамбу. Или надеть ошейник на гиеновидную собаку. В любом случае опасную фауну дома теперь держать нельзя. Исключение – животные из запретного списка, которых приобрели до 1 января 2020 года. Благодаря новому закону домашние животные не будут страдать за ошибки своих хозяев. Но в любом случае у приставов остались способы воздействия на должников. Поэтому не берите сомнительные кредиты, оплачивайте вовремя коммуналку и штрафы за нарушение ПДД. Иначе рано или поздно в дверь все равно постучат люди в форме. И долги придется возвращать. Кота Рыжика из Астрахани, того самого со сломанной лапой, продать не смогли. Он остался с хозяином. И мужчина постепенно расплатился со своей знакомой за сгоревший дом. Если эта информация была вам полезна, не жалейте лайки. В комментариях пишите, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик. Мы рассказываем о сложном, понятном языком. Пока!